Всем здорова! Сегодня у нас распаковка, и через несколько месяцев доснимем выводы по вот такому вот игровому ноутбуку. Вот, Владимир, расскажи, почему именно эта модель? Сейчас мы его покажем крупно. Посоветовали её. Вот, это раз. А во-вторых, все лучшие параметры, для каких можно собрать ноутбуки по цене и качеству. Вот, поэтому его и выбрал. Вижу терабайт, SSD есть 256 гигов, да, на которую систему надо ставить? Всё есть. Надо подумать, куда там систему ставить. Ну что, давай, открывай, показывай. Чё и как тут? Сколько стоило, расскажи. Ну, почти 70 тысяч, 60 с лишним, скажем. Ну, то есть, достаточно, можно сказать, даже бюджетный ноутбук. Вот, кстати, вот очень красиво сделано. Да, слушай. Republic of Gamers на крышке. Здесь есть загрузочный диск, всякая там хрень, гарантия. Система стоит на ноуте? Какая-нибудь. Minux стоит. А это что за штучка такая интересная? Ряпочка. Ряпочка фирменная. Вот адаптер. Здесь блок питания. Вот такой вот плоский. Интересно. То есть, у меня тоже Asus, у меня обычный квадратненький. 19 вольт, 6 ампер. Ага. Да, красиво, красиво. Сейчас включится, если мы откроем. Давай, подожди, давай перевернем, покажем, что здесь у нас. Угу. О, вот вот такая штучка на стекле. Да. Понял. И предустановлен Linux. Да. Ну что ж, давайте сейчас покажем, что здесь на самом компьютере. Куча кнопок непонятных, допустим. Вот такая кнопка. Вот игровые какие-то кнопки. Мы с этим совсем разберемся. И доснимем продолжение данного видео, уже поставив винду и совсем разобравшись. Вот тут пусто все в коробке, да? Да. Понял. Ну, коробка богатая, здоровый такой чемодан. Прикольно. Значит, вес ноутбука составляет 2,8 кг. И сейчас мы назовем размеры. 41,5 на 27,5. Ну и в толщину он достаточно жирен. 3,3 кг в толщину примерно. Вот такой вот ноутбук. Пока на паузу. Освоим, все потестируем, поиграем, погоняем. А вот слева обычный Asus. Тоже 17, но не игровой. Во-первых, тут подсветка очень плохая. Здесь намного ярче, намного красивее. Вот можете видеть их рядом. Левым я пользуюсь около года. Проблемы, конечно, есть. Такие не слишком значительные. Клавиатура. Что здесь без разделения? Что здесь тоже без разделения? Это, конечно, бред. Тачпэд по размеру такой же. На вид, в принципе, такой же. Что еще бросается в глаза? По-моему, экран. Ну, экран выполнен тоже примерно так же. Но, естественно, тут, я думаю, матрица получше будет. Так, вот снизу мой. Тут у меня, смотрите, 3 USB-шки. Здесь 2 USB-шки. Ну да, так же выход для наушников комбинированный. Так, в принципе, ненамного и толстый. Ну, не толстый он, не толстый. Он не толстый, этот ноутбук. На вид как будто бы в таком же корпусе, но нет. Чуть-чуть толще. Вот эта вот сумка от моего ноутбука. И вот эта сюда прекрасно помещается. То есть он точно такой же по габаритам. Я ожидал, что он будет больше, чем ноутбук не игровой. Тоже от Asus. Но оказалось, он такой же. Итак, прошел месяц использования ноутбука. Посмотрите, как здесь можно настроить подсветку клавиатуры, чтобы она была разных цветов и переливалась. Володя, расскажи, пожалуйста, за месяц какие были проблемы? Поставил ли ты винду туда? Винду поставил, причем сам поставил. Сам ставил? Да. Можешь какой-нибудь такой ключевой момент установки винды выдать сюда? В данном случае тут другой биос, поэтому ставить винду будет достаточно тяжеловато. Надо будет сидеть и разбираться. Вот. Но в принципе винду я ставил с флешки, поэтому... С флешки удалось поставить? Да, ничего такого сверхзапарного тут нет. Как-то биос перепрошивать не надо? Нет. Все осталось по-старому. Винда новая работает хорошо. Ничего не глючит. Системные все файлы ставим на SSD-карту памяти. На SSD-диск. Да. А все остальные на обычную. Ну, шикарно, шикарно. Как экран? Экран шикарен. Ну, видно, видно отсюда, что экран хорош. Да. Я думаю... С экраном не поспоришь. На видео будет заметно, что экран хороший. Единственный косяк, который мне в нем не нравится, это то, что камера с ноутбука не переворачивается к моим сторонам. Ага. А в каких случаях это может быть нужно, чтобы камера была двусторонняя? Ну, когда, допустим, надо снимать не себя, а кого-то перед ноутбуком. Возможно. Клавиатура, то, что не разнесен в NumLock, нормально? Даже не парит. Подсветка у тебя всегда включена? Ну, можно ее выключить. Она выключается очень быстро. Для нажатиями клавиш. А как вот драйвера горячих клавиш, драйвера всякие, они легко встали? Да, с официального сайта скачать. Все, понял. И все работает. Понял. Жесткий диск не щелкает? Ничего не щелкает. Ну, отлично. Ну, тут единственное, по Windows можно сделать главное замечание, что поскольку здесь стоят USB 3.0 и 3.1, поэтому 2.3.1. И есть, конечно, 2.0 и 1.1 порт, но драйвера, они все равно работают на все. И поэтому Windows 7 вообще никак не поставили. Ну, нифига с нюансом то, что здесь USB такой, да? Да. То есть ты по-всякому пробовал 7-ку поставить, но не ставится? Да. Это связано как раз именно с того, что, ну, вот из этих драйверов на USB, которые уже остаются именно на BIOS, вот они не дают поставить Windows 7, то есть выходит фатальная ошибка. Я в шоке. Ну, по идее, если ставить с диска, то есть отдельно с собакин. Вот это колонки, да, спереди? Да. И по центру кардридера? Да. По центру кардридера вообще в тема. Ну, вроде с Windows понятно. Расскажи, тачпад поддерживает всякий мультитач? Ты там знаешь, тремя пальцами провести, типа сложить все окна. Пользуешься этой фигнью? Да. Здесь как раз 2.0 и 3.0. Вот 2.0 слева, да? Где мышка стоит? Интересно. Это защита, чтобы не украли. И сзади светится. Чего блок питания такой здоровый? Расскажи про него. Насколько он нагревается? Иногда греет сильно, а вообще в основном он, видишь, вот такой холодный. Хоть я смотрел сейчас фильмы. Ага, ну он плоский достаточно. Он плоский и шнур наконец-таки длинный. Да, его можно заменить еще. Да, и вот этот имеет достаточно длину. Вот это мне нравится, что сделали боковую сгиб. Это сейчас стандарт, мне кажется. Раньше был прямой, и это было жутко неудобно, и это все расшатывалось, приходилось переделывать. Понял, понял. Вот, кнопки есть горячие, интересные такие, которые помогают разным процессам. Особенно игровая кнопка интересна. Вообще эта кнопка не игровая. Турбор режим включает, наверное. Это кнопка запускает систему контроля всяких процессов, там, ноутбуки. То есть можно контролировать скорость вентилятора, допустим, раскручивать процессор на более высокую частоту. Тебе глазами не напрягает то, что клава разноцветная? Нет, это удобно. Можно сделать любой цвет, вообще, какой захочешь. Хоть однотонную. Вся, чтобы фиолетовая, можно? Можно всю фиолетовую сделать, можно всю желтую. Можно сделать пополам два цвета. Можно сделать, чтобы она мерцала и переодевалась все время. Слушаешь видом. Так что с клавиатурой можно делать все, что угодно. Но пришлось тоже попариться, потому что найти драйвера на клавиатуру поставить было достаточно непросто. Ты же сказал, на фирменном сайте все. На Asus, только не на обычном Asus, а на Asus Republic of Gamers. Есть второй сайт. И я сначала долго не мог понять, как это все сделать. Пришлось писать техподдержку, но они ответили быстро, как ни странно. И дали ссылочки, и поэтому все было очень просто. Потом по ссылочкам переходишь, все скачиваешь. 12 гигов оперативки i7. Соответственно, тут стоит десятка. Круто. Управление космическим кораблем. Температура, память показывает. Загруженность процессора. Загруженность. Наверное, тут какие-то фишки есть по разгону процессора. Вот это интересно. Режим клавиатуры менять. А даже если начинаешь работать, все равно продолжает мерцать. Да. Триндец. Кому это надо? Быстро. Это, по-моему, просто маркетинговая ерунда. Тут и разные есть. О, вот это уже интересней. Можно сделать статический. Сделаем оранжевый. О. Ну, побаловаться можно. В общем, какой хочешь, такой и ставишь. Ну, практичности ты испытал? Просто вопрос практичности. Я уже на ощупь слепую вижу на своей клаве, где что. Ну, это чисто приятно, когда захочешь у тебя красивая клавиатура. Как гирлянда. Знаешь, еще такая фишка есть. Я очень часто выключаю экран в ноутбуке или регулирую подсветку экрана. И на своем старом ноуте я вот на одной из кнопок, которые регулируют подсветку экрана. Кстати, на них можно нажать одной рукой? Можно. Одной рукой есть доступ ко всем этим клавишам функциональным. Я на своей клавише сделал такую гравировку, чтобы было на ощупь понятно, что это клавиша снижения яркости. Потому что я их часто путал с вот этими. Здесь же очень круто разнесены блоки. Это прям вообще. То есть, вот один блок разнесен от этого. И я всегда знаю, что вот здесь вот уменьшили яркость, потому что вот здесь пробелы. Это очень круто. То есть, у меня не так. Я часто путаю уменьшить яркость и соседнюю кнопку. Глобальный вывод, самая косячная вещь в этом ноутбуке, то, что надо было колонки делать как будто на старых моделях вверху под экраном. Потому что если его взять в кровать и положить в одеяло, ну как бы упереть, то звук вообще никакого не будет. Ого. А не греется ли он, если на одеяло ставить? Да, их вообще нельзя. Он сосет снизу. Ага. Иначе пыль он сосет. Выдумное слева? Выдумное здесь. А подсосное отверстие где? Подсосное вот там. У-у-у. Вот это, конечно, да. Ну, видимо, он игровой, поэтому так все это сделано. Сделано для охлаждения этой видеокарты и для охлаждения. Это то, что он игровой, он снизу тянет. У меня вообще снизу ни одного отверстия на мою массу синатома. Да, да. Для него, по идее, надо делать специальную подставку. Вот я как-нибудь вырежу. Может быть, доснимю. Понял. Доснимешь на свой канал. Ты же канал завел. Как у тебя называется канал? Владимир Ступин. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...